Итак, тема у нас о равенстве с утружеских отношениями, мифы и реальность. Мы никаких тем не берем, эта тема большая. Естественно, мы ее за этот раз вреды рассмотрим, где-нибудь приложимся к каким-то моментам. Ну и принципиально. Честно говоря, для меня эта тема, я ее часто подумаю на консультациях, на общении с людьми, по поводу успеха и благополучия супружеских отношений. И сразу же скажу, не буду интриговать, я за равенством. И вроде бы это, само собой разумеется, сейчас я буду в тренде. И начну с того, что да, я за равенством, но это легко сказать сложно. Реализовать это вообще непростой, многоаспектный, разносторонний вопрос. И он может вообще рассматриваться с множества сторон. Можно к нам пойти как по дорожкам обсуждения в разную сторону, какие-то точно мы заденем. Ну, например, измерение равенства, например, биологическое измерение, которое, в принципе, все-таки мужчины и женщины. Ну, а у нас все-таки брак разнополый, пока что преимущественный. Хотя, может быть, в будущем, да. Ну, пока что разнополый. То есть, так или иначе, биологическая разница есть между нами. Ну, как ты ни крути, да, вот, между мужчиной и женщиной она существует. Сейчас эволюционная психология, в принципе, углубилась, показывает на разных тонких уровнях. Ну, хотя бы просто шире плечи, да, вот, чуть ли не ноги у мужчин, женщина, да, способна родить, а мы, к сожалению, не как этот приз Наполеона, когда премию Наполеона не получим, да, за рождение. Ну, в общем, я, кстати, считаю, что женщина, как бы, у них есть все, что у мужчины, плюс способность родить. То есть, природа отделила, ну, богаче сделала, да, еще учитывая, что современное оружие, как бы, компенсирует недостаток, ну, вот, это верхнее, да, части плечевого пояса женщины, то, по сути, все равно, получается, однозначно преимущество. То есть, она может быть хорошим воином, да, за счет современного оружия и одновременно родить, а мы, в принципе, как бы, не каячились, да, это у нас не получится. Поэтому неравенство, как бы, присутствует, да. Есть еще индивидуальное неравенство, мы рождаемся с разным ростом, с разным характером, с разным темпераментом, да, и, в принципе, как бы, да, вот, как говорят, энергетически один человек может быть сильнее другого, при этом, может, и женщина. Часто, я бы уже сказал, сильно часто, да, легко выносить мозг мужчине, в принципе, да, и вот, и вот, что ты с этим сделаешь, у мужчины просто, вот, она. Ну, то есть, вот, есть такой вопрос, вот, социально-экономическое неравенство, ну, по идее, я, как бы, сторонник равных браков, и, по идее, по умолчанию, желательно, чтобы многие были близки по этому положению, да, то есть, ну, а если, а если влюбилась, в олигарха, или если влюбился в женщину, гораздо более, то самое, она вот хочет тоже с тобой, ну, ее, а ты получаешься в странном положении, да, то ли разорвать эти отношения из-за принципа, то ли пойти в надежде, что они сложатся, и вообще, правда, сложный, да, вот вопрос, мужчина, кстати, сложнее, потому что женщина выйти замуж за олигарха, это просто супер, да, это вот, молодец, она просто... А мужчины будут, как это называется, альфонсом, да, вообще-то, альфонсом. Ну, в общем, мужчина небольшая разница. Ну, так или иначе, я думаю, что вот имущественно-статусная социально-экономическая разница большая между партнерами в супружестве, как они изначально вовремя вошли, или как оно потом, впоследствии, стало, да, случилось. Не очень хорошо влияет на стабильность семьи. Уровни личностного и культурного развития. То есть, если кто-то вошел, например, в семью инфантильный, как ребенок, да, может быть, мужчина или женщина, а кто-то, да, достиг уровня уже такого зрелого, взрослого личности, это будет сказываться. Конечно, первоначально кто-то кого-то будет там приоритетно, да, там, как бы, некое такое покровительство будет, но потом это все тоже может сказаться. В том числе и впоследствии, если мы долго живем вместе, не одно десятилетие, то уровень развития может быть разных. Кто-то может кого-то обогнать, кто-то может очень сильно отстать в этом деле и будет сказываться не очень. Ну и, наверное, принцип правового равенства в современном европейском мире цивилизации примерно решен. Да, то есть, такой сильный, каких-то вот кардинальных несправедливостей в отношении к женщинам нет. Есть моменты, которые меняют, как бы, до сих пор в нашей регионе, там, да, если разводятся, обязательно детей оставляют маме, ну, чаще всего. Я думаю, тут есть уже мужское неравенство, да, вот, не знаю, как там, может, согласен, согласен, согласен. Ну, есть так. Хотя, в принципе, считаю, что дети до определенного лучше с мамой. И вот это понятие неравные, да, и равные браки, как производные из того, что я сказал, неравенство, которое возникает в процессе, неравенство в процессе наших отношений. Есть такой баланс, многим известен, кстати, его описал основатель нашей техники Барт Хеллинга, это баланс брать-давать. Ну, то есть, в принципе, в отношениях между супругами равный должен быть баланс, примерно, да, то есть, сколько мы даем, столько мы и получаем в ответ. И это основа благополучия. Если мы даем слишком много, кстати, такая вещь, которая многих удивляет, я же тебя так люблю, я тебе сейчас вот всю жизнь отдам, то если я, ну, слышу такое, что там кто-то, я ему всю жизнь отдам, или он не собирается его любую сразу же расходить, если это всю жизнь это слишком много, это что-то такое, это что-то уже немножко из, так скажем, отклонений. И если вы даете слишком много или берете слишком много, то, конечно, в конце концов, эти отношения начнут дисбаланс, высушаться. И есть еще один такой момент, когда хотят слишком много. Многие, и тоже, я думаю, вы же люди здесь собрались уже, там, много читающие, знающие, это то, что иногда супруги ожидают от супруга того, что не дали ему в детстве родители, да, или один, или двое. Плюс то, что должен супруг дать, ну, в смысле, как супружество. Получается, тройная нагрузка, да, и, в принципе, просто счет, может, не выдержать такого запроса. А если еще с той стороны то же самое, да, ну, в общем, равенство должно быть в ожидании между супругами. И это так, я так, это не все пункты, но вот много можно на направлении двигаться, говоря о равенстве, немножко о мифах, да, ну, это же мифы и реальность. Тоже мифы я взял, какие мне пришли в голову, я думаю, что вы можете расширить этот список. И тоже их немножко классифицировал, значит, есть мифы о врожденном, или, так условно говоря, Богом данном неравенстве. Что мы, в принципе, никогда не будем равны супружеству, да, и они делятся на патриархальные, где, как бы, мужчина должен, и патриархальные, где женщина должна, да, но в нашей культуре ближе к патриархальному лежишь и наоборот, да, вот. И эти мифы я бы так условно назвал рыцарь и принцесса. Первый миф патриархальный. Я рыцарь, она принцесса, я не обеспокоюсь, она принимает владанностью мою это самое. Ну, и заодно и доминантность мою, да, то есть я вот, я же рыцарь, да, я главный, ну, она вот просто радуется тому, что я там. Я думаю, многим женщинам это нравится вариант, да, но они, в принципе, когда его начинают пробовать, чаще всего чувствуют потом горькую составляющую этого варианта, да, когда она у нас, она получающая, то она и мало имеющая права голоса, да, то есть, в принципе, вот и все. Все, я тебе даю, а что ты еще хочешь? Да, себя вспоминали? Ну, извините за формулировку, но я думаю, понятно, что это уже такой жестковатый, грубоватый вариант. Баба, знай свое место, да, там вот, мужики разговаривают, уйди там, у них вы, да, на кухню. Как это, классическая троица, да, и дети, и кухня, и церковь, да, немецкая. Есть более мягкий вариант, но я хотел подричить ваше внимание, что он тоже с горчинкой. Жена должна быть хорошей матерью и хозяйкой. Вот это слово «должна», да? Кому? Да. Потом вопрос, за что взято за образец, и если, не дай бог, мужчина лучше убирает, чем женщина, вот капец этой женщине. То есть она никогда не будет у него, в его глазах лучшей, настоящей хозяйкой, да, потому что вот там пыль не убрана, вот там еще что-то. Ну, то есть это тоже патриархание. Ну, что будет для равновесия, естественно, матриархание, да. Первый вариант, который мне всегда нравится. Я его слепила из того, что было, да, чтобы она то и полюбила, да, то есть вот эта вот песня, как бы, слова такие вечные. И, естественно, что вот если я его слепила, там никакого уважения, да, ну, что есть. Вариант обратный «рыцарь и принцесса» — это принцесса и рыцарь. То есть когда девушка сама требует к себе такого отношения, да, и от мужчины именно рыцарского поведения, потом, естественно, жалуются, что рыцари перевелись, и вот все плохо. И еще один вариант, который, в принципе, тоже, может быть, удивит присутствующих женщин. Я считаю, что вот эта формула, как за каменной стеной, она тоже вроде бы как звучит как патриархальная, а на самом деле она матриархальная. Я сейчас объясню, почему. Потому что здесь мужчина — это стена. Это, в общем, предмет. Объект. Мужчина здесь объективизирован, то есть он превращен в некую функцию, в некую силу, да, и, в принципе, чаще всего вот такой мужчина может даже попасть в ту ситуацию, когда-то они будут рассказывать, извините за повторение, что подходят мужчина и женщина-проводщица, взвеси мне эту колбаску, она говорит, что не надо, она не очень свежая, ничего страшного, нет для собаки, и мужчина тут неожиданно начинает говорить, может, не будем брать это, стой и не гавкань. То есть может быть такое, она за ним, за каменной стеной, но управляет они им полностью, да, то есть и он может быть где-то там грозен и страшен, но в семье он вообще не, да, и это, наверное, вот этот вариант чаще всего встречается, когда ты не пасу, да, потому что я говорю, подожди, если мужчина, ну, достаточно такой сильный, да, на характере это самое, а ты не побаиваешься его сама. Как вы думаете, может быть такое, да, ну, которое можно защитить там. Ну, в принципе, а ты на него рыпни. Тоже может быть такая же ситуация, что уже, извините, и подвиньтесь. И нокаут именно такого счастья и находит, да, что сначала видят, что он способен, да, там, вдать в морду, еще что-то, добиться чего-то, ну, а он то же самое может сделать и внутрь. То есть внутрь не хочется, а наружу хочется. Ну, в принципе, если получилось того. Еще, мифы о равенстве. Ну, я, в принципе, тоже, тут только один взял. Нет, два. Во-первых, вот, как направление, это такие гендерно-феминистические мифы, о равенстве, как наиболее сегодняшний день актуальный, да, вот феминизм, и гендер, это вот понятие оттуда, то, в принципе, когда я читаю, смотрю эту литературу, слушаю, где-то спорю с кем-то, то там, во-первых, первый миф, равенство или тожество. Такое впечатление, что хотят, ну, как-то сделать, ну, асексуальное, да, или одинаковое, да, вот это существо, ни мужчина, ни женщина, и вот, исходя из этого, уже тогда и говорить о равенстве. Хотя, в принципе, я считаю, что это невозможно. Хотя, вот, потому что, ну, не родит мужчина никогда. Женщина все может, что мужчина, а мужчина не может все-таки, что она, ну, вещь, как-то, возможно, и женщина. И еще одно отклонение, я вот так сказал, что... Присаживайся. Меня не будет видно из-за этих машин. Можно отодвинуть. Так, не таких вот, ну, действительно, идейных, хорошо подготовленных феминистов, о околофеминистических кругах, условное название, кто, может, помнит фильм, такой был сказка такая, Миллер там, по-моему, играл, да, нечисть на советском киноэкране, да, вот он все время игрался, как-то такой, из воды поднимался, такой палец, да, лыжок! Помните это? И вот, в принципе, о чем я говорю, что в этом, околофеминистических кругах есть такое настроение, что мужчины тысячелетиями издевались над женщинами, и теперь должны отдать свой долг, и теперь женщины будут где-то примерно в то же самое время отдавать им, так сказать, накопленные. А тут мне еще хочется обратить ваш интересный феномен. Это же вообще-то страдали от тех женщин, которых уже давно нет, да? От тех мужчин, которых давно нет, да? А получать хотят те женщины, которые сейчас, да? От тех мужчин, которые сейчас. Ну, такой интересный эпифеномен, или феномен, которого не существует, воображение этих феминисток, родился как мужчины вообще, да? Во все времена и во всех пространствах, да? И женщины вообще во времена, во всех временах. И вот эти женщины должны получить этот должок от этих мужчин, да? Ну, это абсурд, мне кажется, я говорю, они... Сложился какой-то феномен, о которых не существует. Ну, и теперь о реальности, да? То есть, немножко о мифах реальность. Это, как бы, вот, мои представления. Первое, для меня это, все-таки, это должен быть мировоззренческий принцип. Ориентир, идеал, Которому, наверное, в принципе, никогда, знаете, как идеал, да? Его никогда не достигнешь. Но направление правильное, и нужно в этом направлении туда стремиться, да? Как бы, как вот, рассматривая, что происходит в паре, все-таки, стремиться к тому, чтобы было выбор равенства. Насколько это получается, возможно, исходя из особенностей данной конкретной ситуации. В принципе, это такое разумное, рассудительное исследование, которое позволяет сохранить благополучие в себе. Учитывая, что никогда, ну, стопроцентно не получится, ну, наверное, да? К этому стремимся. И равенство не подразумевает тождество, и достигается через обмен функций. Опять же, тут можно говорить о разных конкретных семьях. Мы сходимся все-таки разными. У каждого у нас есть свои сильные и слабые стороны. То есть, например, женщина может быть сильна в чем-то. И этот мужчина в чем-то другом. Это очень сложно измерить, да, вот эти разные величины. Потому что, например, женщина, ну, хотя, то, что совершенно однозначно, да, вот, где-то рождение. Как это измерить? Вот, ты не дал. Еще, еще. Вы там язык упаде. До полного этого срока. Каша, давай, стопить немножко. Да, пересядь туда, пожалуйста. Потому что Маша это знает, она не так часто включается. Ну, тоже нормально в темноте. Человек раскроется побольше. Ну, да, ну, как-то эти вышние. Меня лишь читают. Все, все, вы нашли это. Да. И мы, как бы, ну, если говорить, да, там, мы как бы обмениваемся какими-то функциями. Что-то дает женщина только что она может делать мужчине. И только что-то берет в обмен только то, что мужчина может сделать. Здесь равенство условное. Кстати, вот очень часто бывают проблемы из-за, как это оценить. Насколько много дает мужчина, насколько ему... Все это субъективно. Ну, и, в принципе, наверное, где-то по внутреннему ощущению. Хотя это ощущение может быть не очень, ну, действительно адекватное, да. То есть я часто вижу, когда в супружеских парах рассказывают о том, что делает мужчина. Ну, пришли же уже поругавшись, да. То есть уже на грани. Думаешь, господи, так много. Ну, а он делает, что думаешь, ну, в принципе... И еще такого поискать. Ну, попробуй ей сейчас этой женщине скажи, она же не поймет, подумает, что мы напротив нее, я напротив нее уже в настроении, да. Ну, и субъективно кажется, что чего-то не додает, да, или вот это самое, у них свои причины. И, по большому счету, да, это очень-очень сложно. Ну, вот, в равенство непохожести. То есть мы что-то получаем, что-то даем, и вот это надо учитывать, и, ну, это сложный вопрос. Еще равенство, наверное, возможно, не во всех состояниях человека. Вот я уже говорил о том, что, вообще-то, есть такая общеизвестная, ну, известная для многих, так скажем, представление о трех эго-состояниях. И кто не слышал, сейчас поднимите руку и скажу, да, что есть ребенок, внутренний ребенок, внутренний родитель и взрослый. Кто не слышал, поднимите руку, все слышали, да. И вот ребенок, он всегда в положении неравенства, он подчиненный, родитель, он всегда в положении неравенства, он доминирующий, да, вот, между ними отношения доминирует и подчинение. И только взрослый, это тот, кто других воспринимает как равных, да, и себя. Но внутренне взрослые, это достаточно формирование внутреннего взрослого, зрелого внутреннего взрослого, это достаточно сложный процесс. И у многих он завершается достаточно поздно. Считается, 21 год это где-то психологическое совершеннолетие, но не все находится. 21 год уже там есть, вполне сформирован внутренний взрослый. Часто внутри, скажем, бунтующий подросток, который уже требует равноправия, да, но требует и делает это как-то такими способами, что получается, что хочет не равноправие, а просто доминировать над теми, кто над ним доминировал раньше, да, или над тем, кто просто справедливый. Да, и получается, что вместо согласия и сотрудничества, которые подробно забывают отношения одного взрослого с другим взрослым, да, некий компромисс, разумный поиск согласия, получается просто война. Ну, такая, на равных, с томагавками, ракетами и все прочее, ну, да, хорошее развлечение, но обычно вредят супружеским отношениям. И еще что я хочу сказать, что вот эти два, три, получается, пункта, что это вот как бы, ну, то, как я рекомендую на этот вопрос смотреть. А следующий пункт, это то, как, почему так можно смотреть. Потому что, если внимательно, не банально, не линейно смотреть на то, что между нами происходит, то, в принципе, равенство это основной принцип, то есть, как бы, это тот путь, по которому все равно идут отношения. Любые отношения. Просто временное неравенство, как бы, завершается все-таки равенством, хотя бы в разводе. То есть, вот, в отношениях были, да, неравны, в конце концов, женщине это надоело. Ну, она сказала, все, я от тебя ухожу. Вот в этой точке они равны, да? Она ушла, а потом удачно вышла замуж, и уже все, она поднялась. Правильно? Но это уже совсем другие отношения. Это совсем другие отношения. Но по отношению к предыдущим отношениям, женщина восстановила равенство. То есть, если вернет нормально? То есть, если вернет нормально? Ну, я так, вернет, я имею в виду следующих отношений, которых она будет более счастлива. То есть, не равенство. Да, это она вернула равенство, если она была, скажем так, ущемлена в этих, в этой... Ну, я же как раз изначально. Потому что, да. Что даже те отношения, которые кажутся явно, ну, не выглядят как явно неравные, да? Да, но он всем, да. Они все равно, в конце концов, в широком формате покажут равенство. То есть, для меня метафора такая, я предложу ее вам, чтобы вы мою мысль уловили. Вы похожи на куплу-неваляшку. Как ты ее не отклоняй, она все равно вернется. Стремится к уравновешиванию. К уравновешиванию, да. И именно поэтому, как бы, стремится к равенству, придетать, в принципе, соответствовать этим законам природы. И попробую вам несколько тоже таких примеров и аналогий дать, чтобы вы, ну, почувствовали эту мысль из других сторон. Вот, например, пара — это система. Самая элементарная система, самая маленькая из двух элементов, да? То есть, в общем, и самый простой способ взаимодействия идут вместе. Представим, что один может идти гораздо быстрее, чем другого. Что в результате будет? Ну, один отставал, а потом. На неравном результате. А еще будут какие-то претензии? Один будет другого тянуть, а другой будет стараться за ним поспешить, да? Но что в результате получится? Если разница небольшая, то он у меня нормальный. То есть, маленький дискомфорт у того, кто будет, может быть, быстрее. И маленький дискомфорт у того, кто, ну, засеменил там ножками. Ну, конфликт. Если разница большая, неравенство, да, вот, например, способность. То дискомфорт будет вырастать. До какой-то точки, что один бросит другого и пойдет, да? А тот пойдет отдельно. Вот, по сути, опять же, самый простой пример, что изначальное равенство лучше всего. Потому что если вот, да, у капиталового пути вообще, и распространять это на другие какие-то сферы, то получится тот же самый эффект. Небольшое различие вполне приемлемый дискомфорт. Да, то есть я потерплю, что ты медленно идешь, а я там потерплю, что меня тянут. На данном случае. А вообще вот это неравенство небольшое. Смотри, опять-таки, в чем будет выражаться? Это мы взяли пример за пример, как в ходьбе. Ну, да. А тут же можно привести массу примеров. Ну, я как бы подразумевал, что эта масса примеров вкладывается в эту модель. То есть если есть желание от примера, которая не входит по твоему мнению в модель, мы ее перенесем на обсуждение, да. И еще какие моменты, аспекты равенства-неравенства. Я хотел бы тоже обратить в вас внимание, что есть ситуации, когда хочется быть вместе, но как бы одному из супругов, ну, это не в кайф, не в удовольствии. Надеюсь, что все, что вы здесь пришли, вместе с кем-то всем в удовольствии, да. А бывает так вот, ну, вот ей неинтересно, ему неинтересно, да, хочется быть вместе. И тогда один... Если не хочется быть вместе, то и все. Имеется в виду конкретно в какое-то место. Да. Ну, давай, например, на тебе. Ты не любишь мои вики смотреть? А я не люблю мелодрамы смотреть много, да? Ты хочешь посмотреть мелодрамы? А я с тобой смотрю мелодраму, да? То есть мне, ну, да, ну... Спасибо. И, в принципе, я делаю уступку, да? Вместо того, чтобы, например, пойти в другую комнату, включить там себе другой фильм и смотреть, да? Ну, то есть вот разойтись, как я на первой аналогии сделал. То есть я делаю уступку, я как бы... Ну, иногда можно и отдельно посмотреть разные... Да, конечно, конечно. Но я о том, что уступки, уступки, тут тоже должно соблюдаться равенство. То есть если я уступаю, да, то я имею право ожидать в следующий раз, Маша посмотрит, со мной были, да, то есть, условно говоря, исходя из этого примера. Не уснет. А вот если один человек регулярно уступает, то тогда у другого человека накапливается ощущение, что его постоянно юнерируют. И где это вылезет, да? Вот если это женщина, да, например, вынуждена уступать мужчине, может вылезет в том, что она ведет себя любовника. Это вылезет, она восстановит равенство. Разве не так? Любит. Восстановит. Она сделает то, что она хочет. Но уже на этот момент... Она уже именно этого хочет, потому что много каких-то причин сломалось. То есть здесь должно быть еще и равенство в уступках. Ну, это такая достаточно большая отдельная тема. И вообще, в принципе, я думаю, что эти уступки, они один из хороших компромиссных вариантов совместного движения тогда, когда расходятся интересы и желания. И есть еще одна опасность, которую я хотел сказать, тоже такая, может быть, по-моему, они часто обращают на это внимание непрошенная уступка. Когда тебе предлагают что-то, да, а ты, в принципе, не готов эту уступку брать. Я говорю, ну ладно, иди там что-то делай такое. Тебе не сильно это нужно. Поняли мысль, что такая непрошенная уступка, да? Ну, но за нее-то попросят потом назад ответ. А теперь ты мне такое же, или где примерно уступил. Не знаю, из эксклюзивных случаев, не подумать, что это часто бывает. Это, например, в одной из случаев, которые я помню из своей практики, мужчина предлагал женщине, ну, если тебе хочется погулять с кем-то, ну, пожалуйста, я не против, да? Я не воспринимаю это, что большая проблема. В каком смысле? Ну, погулять, в сексуальном смысле. Ну, это такие примеры. Ну, так же, и в жизни жесткие примеры. А женщина не готова на такую уступку, потому что он в ответ говорит, ну, тогда же ты же милый, да? Не он говорит, а она может подумать. Ну, там буквально и говорит. То есть, ну, она не готова на эту уступку, да? То есть, навязанная уступка тоже весьма... Может, она ей не нужна, может, ее не тянет. Может, может. На это я решу. Мы не будем углубляться. Есть уступки, есть манипуляции. Я думаю, это ближайший к инвуляции. Это то же самое, подарить подарок. С расчетом, что ты с дашей уступки менее. Вот, я думаю, как уступку можно рассмотреть, если женщина вот слишком подстраивается, вот она так суетится, что-то вот, ну, вот прям, ну, давай, боевики, давай смотреть каждый там, вот как ты хочешь. А внутри у нее вот этот дисбаланс накапывается. А он даже не знает, что она эту уступку делает регулярно. Вот больше, мне кажется, уступка не... Как ты сказала, не брошена? Не, ну, тут даже можно сравнить или просто отпустить, погулять там ей с подружками, ему с друзьями. Она, например, не очень может, люб хочет отпускать, ну, что приходит, например, там, или пьяный, или еще какой-то там... Есть вот пары, которые не отпускают самих, даже просто вот с друзьями пообщаться. Пошло уже отсутствие. Да, да, пошло уже отсутствие. Я думаю, мы вернемся. Не обязательно. Эти темы, как я говорил, темы возникают, или желание поговорить на эти варианты уже в процессе моей первой части. И вот, в принципе, еще один момент, который тоже наш мастер сказал, я уже продолжаю эту мысль о том, что для того, чтобы мы счастливо жили, иногда вот действительно, если уступка, это все-таки быть вместе, но нужно просто побыть отдельно какое-то время. То есть там, где не сильно, да, там, где вот не сильно хочется быть одной половинки, ну, пусть уже побудет мужчина, там, а женщина где-то в другом месте. И вообще, это состояние, когда мы находимся отдельно, оно немножко возвращает нам в состояние автономности. Ну, как бы, вот я могу без, да, и в этот момент я как-то себя немножко иначе чувствую, ну, там, не обязательно такой какой-то крайний случай, когда я перед этим сказал, что пошел погулял с какой-то другой женщиной, или еще что-то. А нет, просто вот, побыв отдельно и побываю отдельно, и... Я извиняюсь, побываю отдельно в одном помещении, или это должно... В разном. То есть, где-то уехать. Ну, может, на рыбалке. Если в одном помещении, в разных комнатах, то не побываю отдельно. Не совсем. Ну, сходил к друзьям, например, да, еще что-то. Но не так, что уехал на дачу, например, на пару дней, да? Ну, в смысле, уехал в Крым, там, или когда-то... Нет, уехал, он дальше на том... А я чему делаю такое? Потому что расстояние имеет значение. Мы живем во времени в расстоянии, да? В расстоянии время имеет значение. если он ушел на вечер, да? Или уехал на неделю. Готова ли женщина это воспринимать нормально, да? Это как в паре. И захочет ли она то же самое? То есть, тоже такой интересный момент. Если она скучает, да? То взять то же самое в ответ, уехать на неделю. Как-то тут правильно с тобой соблюдается, правильно? То есть, она будет двойник скучать, да? То есть, она не хочет уезжать. Ну, то есть, я к тому, что вообще имеет значение. Интересная ошибка это когнитивная так называемая ошибка. Мы как каждый пример всегда попытаемся масштабировать. То есть, либо очень узкий масштаб, либо очень широкий. А вот от масштаба многое зависит. То есть, если мы сделаем это на большое расстояние, да? И на длительный период, то это уже будет не то, о чем я говорил. То есть, это некое приемлемое для этой пары время препровождения отдельно друг от друга. Ну, в тех интересах и желаниях, которые каждому нужны и интересны, важны. И потом, как бы, соскучившись, возвращаясь друг к другу и все хорошо. Потому что постоянное совместное пребывание тоже может неактивно сказаться на отношениях. и... в принципе, наверное, да, вот это уже такой более уточняющий, более детализирующий мысли завершу тем, что, чем я начал, что, да, я думаю, что равенство это лучший вариант. Лучший вариант отношения между супругами. До сих пор сложно в каждом конкретном случае найти эту формулу равенства. непросто, но стоит искать и, я думаю, именно в этом направлении отношения между супругами не налаживаются. Когда они как бы чувствуют этот баланс, когда они соглашаются с ним, когда они его принимают, тогда им, в принципе, хочется быть больше вместе, чем если уж так пошло разойтись и восстановить равенство через развод и через разделение друг с другом. Все.